яблоки отборные и не местные очень страшно а местных нет а время я специально сфотографиров время 20 сентября 15 лет назад многие видели потому что есть отрывки есть в интернете кроме меня это было выставлено кем-то другим почему я же диском торговал а на диске рабочий материал а приехала телевидение с красноярска кажется и не сей регион дальше регион и я говорю давайте не будем меня железа выпячиваете пошли на рынок и на этом рынке было столько сотни продавцов все 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 в эти бедра 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 бишни абрикосы слева груши ну правда абрикосов не было потому что отошли сентября но все это было и вот финал как это случилось на моих глазах умирала садоводство представляете и умерла вот ну и причины несколько называл страшная картина согласитесь вот единственный торгует яблоками то не местами местные были уничтожены бактериальным раком нет такого слова бактериальный рак есть черный рак безобиднейшее существо несмотря на зловище название есть только мертвая ткань живое никогда вот а бактериальная бактериальный ожог бактериальный рак это мой обычный рак официально название а бактериальный рак это моё самозванное потому чтобы напугать бактериальный не лечится страшно вся эпидемия уничтожила именно яблоневое садоводство гигантский регион сотни тысяч а может и миллионы яблок все стояло мертво ездишь где только не ездил черепушки мально вот большой карак малый карак айдай пригороды сайногорска все мертвые деревья вот абакан минусин все до мертвые деревья и ни уха ни крылом никто не повел вот страшная картина и вот получается один из моих это причина причины сдачи страны перед отравленным импортом не знает высшее руководство страны вы понимаете я сейчас понимаю особенно сейчас когда там операция военная вот еще это страшная вещь кому какое дело но интересно другое все этим никто ни одного не выгнали не сократили не они ха ни одного министра директора департамента директора не директора министерства селекции и даже если молодые никто не отправил на на все на местах чем они занимаются а я пишу промышленное из дальше с удовольствием разгромлено разгромлено именно так это страшный длинный разговор я кусочками вам рассказывал а сейчас я чуть-чуть покажу так сказать промежуточный вариант и обязан сказать не подсовывается страна да именно страна мне посовет такие примеры но как у меня на все стороны никто этого не не расскажет и не прокомментирует и по полочкам не разложит и так вот и жестко так я там кстати 12-15 назад проводил семинар по моему не разбудила их хотя это столица нет не разбудил вот хоть и старался и так что мне что мне что мне сказали по телефону и так звонок а еще письмо значит меня зовут андрей у меня памяти это будет долго говорить на эту фильмах на если важно почему нам же нужно промышленное садоводство да все садоводство нужно вот а сейчас все пожалуйста 10 процентов яблок этих самых южных ну типа краснодарских это из а 90 процентов импорта а что сказать про грекосы персики и ног вспоминайте и вот сейчас я привел уникальный пример почему он не уникальный я его делаю уникального чтобы на не обращали внимание и так андрей пишет говорит мы с ним долго разговаривали у меня 20 соток я хочу заняться вот ну там допустим половину подсад что мне купить так что мне посадить так далее и вдруг он взял и сказал одну фразу а мой друг антон тут же за забором 5 гектар и он взял и купил и посадил на все 5 гектар саженцы ну тут у меня вы меня знаете шерсть дыбом прям дыбом стал что питомники купил и уже посадил у меня первое что с ума сошел но уже знаете что пока не одно положительное примера а я приводил их сотни и ни одно положительное все не было не было не было не было вот и первая реакция антона мне поговорим все вначале он от антона узнал некоторые данные он не дает извините немножко я затемняю то есть засекречиваю он не дает название питомника питомник уральский вот то есть не так сказал не буквально а именно один из уральских питомников назвал конкретно какой вот для начала я посмотрю нет ли у них сада ну дальше вы понимаете начал искать я сад я специально чтобы не раскрывать этот питомник потому что еще неизвестно где-то учеба 50 на 50 а может у него будет прекрасный сад еще очень доказано ни да ни нет захожу на их сайт ищу сад искал 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 про сад не слова не написано свое родное врач свое ну что такое свое это значит что черенки то они берут своем саду и трещь идет о привитых деревьях а привитых тогда значит я решил так это мой конек значит что очень трудно растет в россии или не растет вообще но тем более на урале персики и черешня знаете мне я нажимаю черешня выбираю но заметьте не могу вам показать неудобно а вдруг он а вдруг правда им надо давать от облицкой племени а вдруг правда у них есть большой черешня в сад а вы все знают что я черешни черенки ни один не продал знаете же почему да у меня 9 деревьев я только начинаю резать и они сразу умирают а там кто-то же черенки режет режет там наверно сотни черешных деревьев наверно прекрасно плодоносит на фотографии такие черешные видите как я как в театре выбрал фотографию покрасивший вот нажимаю похожее в яндексе я вас учил такой список начиная от там польши испании думаю надо же испанцы поляки молдаване несколько стран это есть так сказать которые видом этих самых мусульманских ну там же видно что шрифта какой они все украли фотографии у нашего уральского питомника ну чё смеетесь то ведь там же написано что это мы свое врачи и вот когда я посмотрел думаю боженька это мы держи у них через это тогда возникает вопрос а давай еще к нет сначала еще копнем я беру то что она у нас или не растет или пассе не растет я набираю персики ну там нажал персик вот там всего три персика и один опять шарфуга моя любимая вот она знакомая фотография вот черный абрикос его где-то шарфугой называется где-то он называется черный бархат как угодно это тот же самый плод вот такой вот и вот так его листик закрывать сколько раз я его показывал опять ну неужели опять испания италия франция англия это с нидерланды неужели не все украли этот самый фотографии в этом уральском питомнике или наоборот и вот я подумал единый же солгавший тогда возникает вопрос а яблонь и груши терн или я забыл терн или это чего это это хотя бы свое выращивать понятно что и уже ясно что этот раз там фотография была прекрасного черешнего плодов а так как они точно сделаны эта фотография где-то на дальнем дальнем юге они продают под видом черешни совсем другое то есть уже не это фотографии это не их значит в лучшем случае черешни но она даже уверяет на урале же если допустим в этом же городе человек приехал к ним и купил тут же рядом идёт ну как же в пяти километрах что должно быть плодоносить расти да он сто процентов умрет если она откуда-то с юга вот тогда полностью потеряв доверие к питомнику я говорю андрей давайте сюда антона и наконец я разговариваю с антоном вы же потратили огромные деньги да давай считать сколько стоит саженец ну среднем ну я округляю допустим 150 рублей это же бесплатно это же дешевка ну ладно крупный заказ скидки то все это уже скидки делаю возникает вопрос а сколько посадил и тут он назвал прям такую цифру допустим полторы тысячи а я где-то тогда получается полторы на полторы в общем 200 тысяч денег он потратил как это было приезжаю сам неужели сам приехал сам да сам копал не менее они уже были выкопаны ну а дальше значит посадил яблони прижились почти все груши почти все уже приятно но росли не все то есть сейчас они как посадил так сидят а деньги-то выброшены для меня еще сразу не начинает расти значит уже 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 инвалид и потом он сказал то ли алучер то ли терн я забыл все это еще несколько сотен купил они говорят половина по моему почти половина мертвых по той причине что их корней а он сам приехал и купил такие как и убедили взять без корней я не знаю но это еще пол беды теперь впереди вопрос остался открытый сами вырастили а некоторые есть такое понятие появился несколько лет раньше такого не было поверьте мне старику ветерану до уращивания и потом когда они посадили а потом начинается продажа постепенно то есть куда вот приехал там допустим вагон и тележка там они упакованы какими-то этими узлами там вениками большими эти вот корни сухие куда я конечно надо в землю пропадут же а потом можно говорить что это наши и я сейчас не знаю и он не знает если все-таки привезли с юга что у него будет весной мы решили весной и будем жил и я буду жил но весной посмотрим сколько из них проснется вот это вторая причина второй момент про меня знает на холмы посадил обрезку делал сам но не все обрезал то есть у него где-то и рука не поднялась все-таки это и получается все висит в воздухе вот и исключить варианты 3 1 сад мертвый вот ну как бывает вот как было недавно еще пять сантиметров всю зиму забыл какой регион а морозы трещат то есть хватит одного такой зимы чтобы все погибло пять сантиметров снега не знаю у него какой снег был будем надеяться прикрыл ну а дальше жизнь подскажет что будет но я этот пример привел чтобы еще рассказать давайте вначале ведь сам же приехал я на сам-то видел там деле что-то нашло все в общем вот такой пример пока 50 на 50 но уже сейчас на душе нелегко мне кажется полноценном саду уже не будет что я сказал для его другу андрея который первый когда меня вышел я сказал андрей вот ваши 20 соток пусть 10 берите это хотите другу помочь хочу вы на 10 сотка все это распахивает чертова покупайте у него несколько тысяч косточек вот и садите а а потом где у него погибло бы туда раз этот саженец уже за свои 10 соток вот у него еще погибло еще посадите рано или поздно поверьте во первых у него будет абрикосовый сад во вторых он будет почти бесплатный представьте себе что сколько будет стоить если выросло абрикосовое дерево а вы когда-то за него 20 рублей заплатили за эту косточку вот примерно такой один постепенно вы другу поможете выйти из этой ямы и финансово потому что ведь впереди 5 гектар это такие затраты без трактора не обойдетесь попробуйте они не 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 сделать между рядами вспашку все считаете что на второй третий год сгорит чертовой матери дайте сомневайтесь а что не сгорит то украдут так вот такая история пусть одна не 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 самая страшная бывали страшнее не самая благополучно чисто жизненно ситуацию чека захотел зарабатывать деньги на продаже яблок груш и так далее еще скажу почему надо было до этого почему надо было в сентябре вот видите 20 сентября вот в это время 10 сентября в августе лучше вы понимаете что творится варианта 2 написано красивейшая это сейчас не могу показать учат бы зашел ватсап своему украинскую другом не писал материал по украинским грушам слюни дегут полный рот слюной разохлёбывать и действительно такие вкуснее не бывают красавцы вот но оттуда привезешь в ежевск они же поперемрут раз откуда на украине морозыки подводят откуда допустим это я посмотрел вздохнул ладно думаю на моем морозыки по двое но опять же получается антону надо с нуля начинать семечек когда же вырастет сад то он готов и купил по моему пролетит дальше значит получается что расходы тут расходы тут расходы тут расходы тут расходы тут потому что идут годы а доплодоношение еще несколько лет вот и сейчас одну секундочку искать фотографию ладно так обойдемся в общем я получаю каждый год несколько десятков фотографий заплеванных самими же теми кто приобрел то есть показывают фотографии груша плодоносит несъедобная а сто процентов с нашего питомника а есть нельзя дубовая и начинается может перепривить а году-то прошли дождаться плодоношение а груши до дубовая то есть получается наш питомник как они умудряются не вырастить груши а знаете чем хороши дубовая груша да чем дубее тем морозостойче чем дубее тем морозостойче чтобы иметь сладкую грушу там же и жерстки вот это надо посадить мою уссурики потому что они уже так сказать прошли этот этап с моего сада то есть у них уже уссурики то уже это благодаря ментору насыщение ментора население ментора мичурину извините за нескромность железу теперь на них садятся эти самые сладкие груши а питомники они же никогда ничего не это не приобретают или южная значит допустим сладкие мне дважды крупные партии предлагали с италии правда русским голосом из русской фамилии ну с италии купите Валерий Константинович купил бы все бы давно замерзло а разместные питомники обязательно у них же есть свои маточные сады то груши не съедобны это как правило вот и попробуй добра вырасти что ничего не будет а с с Продолжение следует...